Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к офесянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор последней шестой главы этого послания. В этой главе апостол продолжает свои наставления по вопросу семейных взаимоотношений, в частности, призывает детей и родителей, а также слуг и господ к исполнению своих взаимных обязанностей. Это с 1 по 9 стих. Далее. «Призывает христиан к духовной борьбе с врагами своих душ и наставляет, как они должны вести ее, советует упражняться в христианских добродетелях, предлагая использовать их в качестве основных частей духовного оружия, чтобы устоять и защитить себя в этом конфликте, среди которого мы существуем». Это с 10 по 18 стих. И заключение послания и этой главы, где он прощается с офесянами, просит их молиться о себе и молиться о них. Это с 19 по 24 стих. И название этой сегодняшней беседы «Всеоружие Божие». Что это за всеоружие Божие, в котором мы нуждаемся, вот об этом мы сегодня поговорим. Ну, забегая вперед, надо сказать, прямо это не баллистические ядерные ракеты. Есть что-то более посерьезнее. Итак, апостол продолжает свое наставление по вопросу семейных взаимоотношений, в частности призывает детей и родителей, а также слуг и господ к исполнению взаимных обязанностей. И сначала о взаимоотношениях между детьми и родителями, родителями и детьми. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитая отца твоего и мать твою, это первая заповедь с обетованием, то есть с неким обещанием за ее исполнение. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот это и есть обещание за исполнение этой заповеди. Однажды мне задали вопрос, почему один коммунистический деятель, который лично участвовал во взрыве храма Христа Спасителя, который просто приводил рубильник в действие со словами «Задерем подол матушки России», это известный Каганович, прожил очень долго, просто фантастически долго. И отвечая на этот вопрос, я сказал, «Секрет долголетия, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Да, при этом ты можешь быть неверующим, да, при этом ты можешь быть грешником, за это ты попадешь в вечный ад. Но за то, что ты почитаешь отца и мать, ты неизбежно будешь долголетен на земле, ибо обетования Божьи, они непреложны. Также надо обратить внимание на то, что в первом стихе сказано, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Вот это уточнение «в Господе», что оно может означать. И Амбразиастер пишет, «Этот закон дан детям, поскольку родители обеспечивают само их существование, дети должны слушаться их, ведь справедливо, чтобы они относились с почтением к тем, через кого они существуют». Но вот это уточнение «в Господе» означает, что если родители требуют от нас чего-то скверного, того, что не допускает наша вера и наша религия, мы вправе им отказать. Мы почитаем их в любом случае, но в чем-то мы имеем право им возражать. Так великомученица Варвара со смирением склонила свою голову перед мечом своего отца, который собственноручно отрубил ее голову. И христиане почитали своих родителей, как верующих, так и неверующих. Итак, это заповедь для детей. Но мы уже знаем, если есть заповедь для жены, есть заповедь и для мужа. Если есть заповедь для детей, то должна быть заповедь и для родителей по отношению к детям. И далее мы читаем. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учение и наставление Господнем». Вот здесь говорится о том, в каком случае не будет никакой причины, чтобы раздражать собственных детей, если мы их образуем должным и правильным образом. А если мы это не сделали, и они становятся причиной нашего раздражения, и мы начинаем раздражать их, то в этом солидная доля нашей вины. Мы не воспитали их как положено. Объясняя вот эти слова, «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших», в блаженной памяти Иерей Даниил Сысоев пишет, «При этом родителям апостол не даёт абсолютной власти». Заметьте, что в христианстве абсолютная власть вообще никому не даётся, кроме Бога. Сказано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учение и наставление Господнем». Дословно сказано ещё лучше, «Отцы, не раздражайте детей ваших, но выкармливайте их в воспитании и вразумлении Господа». Это как птица выкармливает птенцов, что-то подобное должны делать мы, обеспечивая им духовный рост. А вот эти слова, «но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем», блаженный Иероним Стридонский объясняет, «Неповиновение родителям есть грех со стороны детей, и так как родители могут потребовать нечто развращённое, то апостол присоединил, что нужно повиноваться в Господе, то есть не во всём. А грех родителей вызывать малых детей и питающихся млеком на гнев или же юношам и находящимся в более зрелом возрасте приказывать то, что тяжело. Это грех родителя». Таким образом, продолжает Иероним, «как за повиновение и подчинение детей указана награда, так и родителям повелено умеренное господствование, чтобы они знали, что они стоят во главе не рабов, а детей». Конец цитаты. Таким образом, здесь даётся наставление осознавать родителям, что их дети не являются их рабами, они свободные существа. Но мы отвечаем и за то, чтобы как-то ограничивать их свободу, потому что свобода иногда становится поводом для греха. Поэтому здесь убеждение, наставление в вере, могут сработать значительно лучше, чем угрозы. Далее, пятый стих Адиши. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». А почему сказано? «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, а не господа над нами по плоти». И один Господь хозяин наших душ. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный». В посланиях апостола Павла вот эта тема «христианские господа» и «христианские рабы» достаточно часто всплывает. Но в каком контексте? В том контексте, что христианские рабы начинали превозноситься над христианами господами, и Павел пытается их как-то образумить. Но если дана заповедь для рабов, должна быть заповедь для господ. «И вы, господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, умеряя, то есть контролируя свою строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». И архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Далее апостол внушает рабам повиновение господам своим, а господам справедливое и снисходительное отношение к своим рабам». Конец цитаты. Далее апостол Павел призывает христиан к духовной борьбе с врагами своих душ и наставляет, как они должны вести ее, советует упражняться в христианских добродетелях, предлагая использовать их в качестве составных частей духовного оружия, чтобы устоять и защитить себя в этом конфликте. Об этом с 10 по 18 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Мы не воюем, мы, христиане, не воюем против крови и плоти. Наша брань против сил злобы поднебесной. Поэтому и сказано, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот с кем мы воюем. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. День злый – это последнее искушение от мироправителей тьмы века сего, когда человек умирает, бесы-мытники окружают его. И чтобы устоять в день злый и не застрять ни на одном из мытарств, нам надо иметь всеоружие Божие, чтобы все преодолев устоять. Далее, 14 стих и ниже. «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности». Итак, чресла должны быть припоясаны истиной, и мы облекаемся в броню праведности. «И обув ноги в готовность благовествовать мир», то есть совершать апостолат. «Апачи всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякой молитвой и прошением. Молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». И социальная концепция Русской Православной Церкви, Московского Патриархата в разделе «Различия природ Церкви и Государства» в частности уточняет. «Во взаимоотношениях между Церковью и Государством должно учитываться различия их природ. Церковь основана непосредственно самим Богом, Господом нашим Иисусом Христом. Богоустановленность в государственной власти является себя в историческом процессе опосредованно. Целью Церкви является вечное спасение людей. Цель государства заключается в их земном благополучии. «Царство моё не от мира сего», говорит Спаситель. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. «Всей мир отчасти повинуется Богу, отчасти же и главным образом автономизирует себя от собственного Творца и Господа в той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется отцу лжи, сатане, и во зле лежит». Евангелие от Иоанна, 8, 44, 1 послание Иоанна, 5, 19. «Церковь же – тело Христова, столп утверждения истины в своей таинственной сущности, не может иметь в себе никакого зла, ни тени тьмы. Поскольку государство есть часть мира сего, оно не имеет части в Царстве Божьем, ибо там, где Христос всё и во всём, нет места принуждению, нет места противопоставлению человеческого и Божья, а следовательно, нет там, то есть на небесах и государства». Итак, любое государственное образование, царство не наследует вечности. Всё это остаётся здесь и стлевает от употребления. Далее. «Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству, противостояние греху путём насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждения или ограничения». Конец цитаты. Это совершенно для нас, христиан, недопустимо, тем более, что в книге Экклесиаста 8 глава, 9 стих сказано, «Бывает время, когда человек властвует над человеком, во вред ему». Во вред ему. Да, мы знаем, что всякая душа да будет покорна высшим властям. Послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 8 стих, говорится о том, в чём мы покорны властям. кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Но если законы этого мира расходятся с заповедями Бога, мы отдаём предпочтение заповеди Бога. И в социальной концепции Русско-Православной Церкви Московского Патриархата чёрным по белому написано, что Церковь оставляет за собой право не соглашаться с действиями государства, когда с точки зрения Церкви эти действия противоречивают законам Бога. Церковь имеет право опротестовать такие действия государства и даже обращаться в международные правозащитные организации с тем, чтобы урезонить собственное государство. В заключении послания, где он прощается с официанами, просит их молиться о себе и молится о них. Это с 19 по 24 стих. Но мы вспомним и то, о чём говорится в 18 стихе. «Всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И вот далее с 19 и до конца. «И о мне», он просит, чтобы и о нём молились, «дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благоествования». То есть мы должны молиться за наших священников, пастырей, архипастырей, чтобы они открыто, нелесоприятно называли вещи своими именами. И так он говорит, что он хочет с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого, то есть этого благовествования, пишет он, «я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». То есть он совершает посольство Божие и в темнице, и на свободе, туда, куда Господь его пошлет. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, чтобы он утешил сердца ваши, мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Вот этими последними словами «благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Он призывает, что благодать была бы со всеми, которые неизменно любят Господа. Такие есть и на Украине, и в Белоруссии, и в России, и в Японии, и в Америке, и в Израиле, в самых разных частях света. И мы желаем им благодать, мир, счастье и благополучие тем, которые неизменно пребывают в любви Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Итак, сегодня, с Божьей помощью, при вашей молитвенной поддержке, отцы, братья и сестры, мы закончили изучение послания к официанам. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok